Привет, люди! Это такой быстрый блог. Я хотел рассказать, почему я был немножко... Ну, видео выходило немного, они были однообразные, было мало новых игр. Но перед этим я сделаю небольшой анонс. В час ночи по Москве выйдет первое видео по игре Vampyr. Это то время, когда официально можно уже показывать игру и выйдет одна серия. Потому что, твою мать, ночь. Я не буду выкладывать больше. Я хочу, чтобы вы спали ночью. А потом с утра будет еще больше и больше. Так что, если вы хотите не спать, если вы хотите посмотреть новую офигенную игру Vampyr от создателей Life is Strange, где Готика, Лондон, 19 век, Vampyr, вообще самый сок, выборы. Ты убил кого-то, все, и сюжет игры меняется. Ребята, если вы этого хотите, я уже, кстати, чуть-чуть поиграл. Игра офигенная. Рекомендую подождать часа ночи, чтобы посмотреть чуть-чуть начало, потому что это просто того стоит. Так, теперь насчет видео. Из-за моих, как бы так сказать, любовных перипетий, наверное, это плохое описание того, что было, и абсолютно неполное, неточное, но дает понять, что было не так. Так, у меня появлялись провалы в видео, и бывало, что я днями не мог ничего снимать или сделать что-то новое, или мое время было ограничено, что я там еле-еле успевал снять чуть-чуть что-то и как бы выложить, и все. И я уходил куда-то, или просто был занят, или были моменты, когда я просто был, ну, не в нужной форме для того, чтобы что-то снимать, и я шел на улицу, или смотрел что-то. Я сейчас посмотрел аниме по персоне, пару фильмов, и вот сейчас я прям готов к вампиру, и думаю, что июнь практически до конца я буду полностью, полностью с вами и регулярен в видео. Просто я хотел об этом рассказать, так как если бы я смотрел канал и любил его, я был такой, я хочу знать, я хочу знать, где мои видео, и почему вот так, а не как обычно. А 25-го, я не знаю, я не знаю, я могу говорить об этом, надо спросить будет, когда я могу об этом говорить. В общем, 25-го я буду участвовать в одном мероприятии, и я об этом, наверное, сделаю отдельное видео с анонсом, со всеми ссылками, чтобы вы были в курсе. В общем, да, я буду кое в чем участвовать, это игровое мероприятие. Я просто еще не уверен, что о нем рассказывать, мне не сказали, а я не спрашивал. Просто я знаю, что я участвую 25-го и другие даты, так что ждите, тоже что-то будет со мной, с моим участием. И это, наверное, все, сказать больше нечего, просто не жаль. Мне жаль, что так получалось, просто у тебя вроде игровой канал, но при этом постоянно происходит что-то, что мешает снимать видео, и все идет не так. Меня это расстраивало, потому что я хотел снимать разные игры, но в итоге снимал только доки-доки, в основном из-за просто недостатка времени, чтобы сесть за другую игру, разобраться, смонтировать, все это красиво. Из-за этого были только игры, в которые я и так уже играю, там как бы все готово, и вот они выходили просто, чтобы что-то было. Ну и мне нравятся доки-доки, мне нравятся моды. Бывают хорошие, бывают хуже, бывают подряд три мода попадаются. Не очень, а бывает один мод на 20 минут, но это лучшие 20 минут вообще за всю мою жизнь. Бывает и так. И сейчас, кстати, дикое жарище, вообще так тяжело. Я даже спать не могу. Были случаи, что я просто не высыпался, чувствовал себя отвратительно. Стримы не появляются вот по тем же двум причинам, что меня или нет дома, я просто не могу запланировать и провести стрим, или я просто, ну, совсем не в форме. Это вот две причины, почему и с Детройтом было все так плохо, и я его до сих пор не прошел, и с Эгони в том числе. Прям вот неудачно, знаете, эти любовные перипетии случаются, когда вот выходят игры. И все вечно идет не так. Наверняка, блин, вот в июле все будет нормально, когда игр нет вообще. Ладно, неважно, неважно. Все детали. Еще просто, часто еще я вижу, что люди думают, что, блин, он просто не может придумать ничего нового, и из-за этого он снимает одни моды по доки-доке. Но нет, это не так. Много нового есть в голове, есть много идей, но они все требуют кучи времени. Игр тоже много, меня дико удивляет, когда мне пишут, что, типа, поиграй в эту игру, тебе вроде нечего снимать, или, о, тебе нечего снимать, поиграй в это, да и снимать вагон, ребят. Игр вагон, который можно снять, там вагон интересных игр есть, а не только на ПК. Есть на Xbox 360, который у меня прошит, я там никак вот до него не доберусь. На PS2 есть пару игр, которые я хочу, на андроиде, на телефонах есть пара игр, которые хочется, но вот не можется. Так что в контенте недостатка нет, его всегда много. Идей для него тоже полно, просто нужно время на реализацию, а в сутках все 24 часа, это главная проблема. Если я мог останавливать время, у меня здесь есть маховик времени. Если бы он был рабочий, если бы эта штука из Гарри Поттера работала и останавливала время, с видео все было бы нормально, но она не работает, поэтому с видео все так плохо. Надеюсь, что-то будет лучше, надеюсь, в этом месяце все уже пойдет хорошо. Ну, я очень надеюсь, вроде как ничего не должно помешать, наверное. Ладно, давайте, ребят, я не буду затягивать, я пойду играть в вампира, потому что игра у меня уже есть, и я ее не могу еще выкладывать. Потому что, знаете, как это работает, что игра у тебя может быть заранее, за полдня, бывает за час до ее выхода, до того, какое можно показать. Но выкладывать еще нельзя, это вот так работает. И, знаете, еще бывают ситуации, когда люди нарушают это. Вот есть люди, которые там диск где-то купили в подвале у Сашки, купили диск заранее, там, за день до выхода, а выкладывать игру нельзя. И тебе начинают писать, эй, Евген, эту игру уже выложили, почему ты не выложишь? А потому что, бывает, есть официальный запрет, нельзя, и ты не выкладываешь, потому что иначе придет злой издатель этой игры, приедет к тебе домой, сломает тебе колени, и, как бы, ты, конечно, сидишь на стуле на вот этом кресле, который задрал мой кот. И мне похуй, мне нормально, у меня все устраивается. Смотрите, изодранное кресло, похуй, тупо бери или пихуй, вообще нормально. Моему котику сыну можно все, он может и задрать меня, кресло, это сыну, ему можно все. Он царь котов, маленький леоперт. В общем, вот такое бывает, что новую игру выкладывают чуть раньше, чем можно, и поэтому бывает такое, что на каком-нибудь маленьком канале, где тысяча подписчиков, вы видите, что, о, новая игра уже лежит, а на крупных каналах не лежит, вот поэтому такая ситуация, например, с вампиром такая ситуация, что я вижу, что уже 2 июня кто-то там что-то выложил по игре, но, черт возьми, это нельзя было делать. А я следую официальному запрету, и рассказали, нельзя до этого времени, нельзя до часу ночи выкладывать, значит, нельзя. В общем, вот так, просто хотел немного покрыть эту тему, потому что у кого-то могут появиться вопросы, наверное, у меня появились. В общем, всем пока, ребята, это все, с вами был Евген, я знаю, мое лицо, оно все какое-то в испаринах, какие-то красных, ну, 25 градусов на улице, тяжело, жизнь, боль, на солнце все еще хуже. Надеюсь, вы живете за полярным кругом, пока.